привет молодежь приветствую всем привет рад вас видеть всем привет 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 отлично как ваши звери все-таки решили на куплет все-таки добавить вот так вот будет это да чем делаем доделываем сейчас парам сейчас подожди ну хоть пускай это увидит может все давай не ну сделай даже хотел ну давай 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 мы были ну в общем о класс во красава блин ну что ребятки как вам вообще сниппет прочитал ваши комментарии очень душевно за что на многим понравилось поэтому думаю что мы вам еще показать но надо 20000 комментариев под сниппетом и мы это сделаем поэтому если хотите вообще в легкую я прям сейчас пошел еще прослушал треки которые вообще есть и я прям даже знаю что вообще на какой надо снять что вас еще прям удивит перед альбомом поэтому feel free все зависит от нас 20000 комментариев я это делал вообще в легкую потому что сегодня сняли сниппетом буквально за пару часов вот так 31 числа жду вас в гости на своем альбоме запасайтесь терпением потому что когда будет 7 8 треков ару не закончил даже колягу чисто вышел на деньгах папаша ты хоть голос своего лучше а не за тебя команда твоя делает ну конечно всегда можно стремиться более крутому голосу моя команда мне помогает мы вместе работаем не было моей команды не было бы все этого да ты сказала факт моя команда меня делает мы делаем друг друга вместе короче понятно будет проще про концерты про концерты про концерты про концерты вся инфа в вк в обсуждениях там можете все посмотреть что будут уже точно постоянно пополняется инфа так что периодически можете туда заходить если там нет вашего города будет в москве сольник и когда будет в москве большой 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 концерт всю инфу можно найти в интернете при желании поэтому ребята прежде чем задать вопрос поищите возможно на него уже есть ответ потому что я не всегда могу ответить на все ваши вопросы точнее я с большего не могу ответить на ваши вопросы потому что иногда они очень глупые и очень глупые правда все есть в интернете вся инфа поэтому что-то интересное всегда можно спросить и получить ответа на глупости отвечать нет смысла может тима ты мой любимчик на первом месте а все остальные на последнем месте спасибо спасибо но такого не бывает все молодцы вообще вокруг не бывает кто-нибудь последний все красавчики все красавцы как дела дела прекрасно ну как прекрасно я на таком небольшом сказать так уже на иголках потому что мы уже работаем достаточно долго над тем что сейчас что вас ждет как бы поэтому дела очень достаточно волнительно хочется быстрее всего делать точнее не быстрее хочется просто все сделать чтобы вас это все порадовало и просто выдохнуть и реально кайфанусь с вами вместе на концыках потому что там будет по что и потанцевать и подумать и погулять с собачками и покормить рыбок и вообще что угодно под любое настроение уверен что хотя бы один трек каждому понравится это уже хорошо украина обязательно приедем украина прекрасно чудесно очень прекрасно и очень чудесно отвечаешь директ так на самом деле иногда иногда отвечаю если какой-то интересный вопрос на который я натыкаюсь я на него отвечаю если это какой-то неинтересный вопрос глупый я на него не отвечаю тим я тебя люблю а моя мама ненавидит да бывает что мы все что-то любим что-то не любим волосы не буду красить волнуюсь перед выходом альбома пока на самом деле волнуюсь за то чтобы все было круто вот за выход честно не знаю ну да по факту это получается что я волнуюсь за выход альбома поэтому да ты успеваешь читать или смотреть фильмы во время тура или как-то отдыхать для себя как-то отдыхать для себя конечно это сложно назвать больше вот так как ты просто едешь летишь и пытаешься просто спать сон как бы вот весь отдых для себя могу посмотреть какое-нибудь документальное кино и то я чаще всего под него вырубаю сразу вот поэтому сложно сказать что-то прям какой-то тоже отдых вот с чтением так особо на самом деле я вот в последнее время реально не читал ничего поэтому не буду врать есть только грыжок у меня сейчас но вот допишем альбом я уверен плотничкова возьмусь опять за счет как стать артистом честно не знаю но мне кажется просто вы хотите этого мне кажется просто желание во всем артистам да кем угодно вам хоть хочешь быть не знаю космонавтом вот захотел и начал двигаться к этому не знаю желание как бы не обязательно даже какие-то знания профессиональные и прочее прочее просто желание искать варианты реализовывать хотел себе когда-нибудь набить татуировку честно не помню что-то какое-то возможно было когда-то но вот нет ни одной татухи как бы пока не планировал но есть вот одна мысль я вот об этом даже еще никому не говорил но возможно у меня недавно было вступление на Big Love Show где мы все команды были и у меня была такая немножко не поглаженная маечка одна девочка с персонала гладила и принесла и я ее одел и она стояла с парой вот этой штучкой короче я одел и она такая ой она еще немножко мятая просто паровой этой штукенции короче прожгла и у меня здесь такая осталась хренада вот в виде сердечка я подумал что так я это оставлять не буду если это не пройдет я просто набью там настоящая красное сердечко просто вот чтобы не было вот этого ну опять таки посмотрим вот как пойдет вот но уже месяц не проходит по моему поэтому посмотрим короче во львом боме будут лирические треки да постарался всунуть всякого настроения и мне кажется получилось в общем все услышите сами как говорится будет еще сниппет перед альбомом да если этот наберет 20 тысяч комментариев я скину еще один вообще легкую вот такой вот скажем челлендж не заследил параграф 7 вроде что такое какая песня из твоих самая важная или личная честно такого прям чтоб вот это прям самая важная или прям личная нет нет я бы сказал даже так что ни одной такой песни которая написана была бы как-то формально типа вот чтобы песни написать нет как бы каждая песня подразумевает какую-то историю какую-то видение какой-то ситуации поэтому каждый трек личный кого-то в особенности выделить я не могу потому что каких-то допустим драках которые там не грубо говоря хиты там есть строчки которые может быть там не заоценили с людьми но которые там для меня очень много значит поэтому хватает не знаю просто творчество но есть что-то личное шо там нормально мы тут вообще общаемся как молодые с Будой будет всегда большой привет не знаю мы с Гришенькой просто любим общаться друг с другом и фифу любим играть и просто однажды у меня будет прическа как у Гриши и все будет круто вот Гришеньку с прошедшим долго треки создаешь на самом деле это очень странное вообще явление как бы песня может написаться за час скажем так и за месяц может дорабатываться дописываться что-то меняться то есть такой процесс который не контролируем как бы вы так вот сесть типа вот надо написать песню я вот такой сажусь и пишу как бы редко получается просто наверное на каком-то когда порыве прям эмоции каком-то вдохновении все эти тусы музыкальные все этого кипиша концертов вот этого всего 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 как бы прет сейчас какая-то волна реально и прям пишется 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 поэтому сложно сейчас ответить на этот вопрос но просто всегда по-разному хочешь поработать с диджеями многие русскоязычные исполнители делают коллаборации как вариант выхода на международную сцену слушаю на самом деле работать много с кем это круто я всегда за какие-то коннекты с кем-то пообщаться познакомиться даже если мы ничего не будем делать просто пообщаться это я люблю это кайф очень круто вот именно что прям работать с каким-то диджеем мне кажется пока что такой спорный вопрос потому что я еще себя не до конца раскрыл мне кажется я только начинаю раскрываться как артист музыкант поэтому еще есть много материала которого еще стоит написать сделать проработать и выпустить поэтому пока думаю больше нет чем да запись у альбома меняется полностью твоя жизнь то есть распорядок дня сон и тому подобное давай давай сами купить чипсов каких-нибудь там вот чита с кетчупом меняется на самом деле распорядок дня не знаю мы просто сейчас на самом деле довольно нетипично в принципе пишем альбом как наверное делают другие другие наверное это по-другому делают но у нас как и со стороной а как и со стороны б это все один какой-то сжатый период времени в которой мы именно работаем и создаем новые песни и как бы они попадают в альбом не так что они все время пишутся то есть есть много набросков которым просто потом дорабатываем доделываем короче ну и такой бесконечный процесс поэтому там месяц до выхода релиза там два я уже начинаю быть в таком плотном таком потене и потому что много чего надо сделать как бы это не только написать песню и и там вывести еще надо много 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 чего помимо делать это как там обложки подготовка там площадки оформление сцены там сзади экранов вывести графические штучки короче много 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 всего чего в принципе люди никогда наверное многие не узнают пока не захотят там что вот поэтому не только просто песенку записать стоит там или выпустить альбом это на самом деле большой плод работы который действительно теневой скажем так поэтому как-то так есть знаменитости с которой ты хотел бы встретиться пообщаться чтобы ты сделал если бы встреча произошла если мы говорим про русскоязык на самом деле я с кем хотел еще там до какой-то известность я со всеми познакомился как бы со всеми законнектился заобщался как-то обменялся какой-то информацией то есть ну прям такого кого-то из русскоязычной штук я такой блин я бы хотел познакомиться там с тем-то с тем-то сейчас на самом деле нет потому что реально много с кем нормальных отношениях как бы хороших а если западных конкретно более ну тут конечно я бы ничего не смог сделать ну что я не знаю английский как минимум я бы такой hello i am тимка white russia или как-то в белараши я не знаю как говорится белараша вот не знаю скорее всего это был бы какой-нибудь не знаю дрэйк а сапроки трэвис скотт не знаю вот эти чучки мне кажется прям вообще но вы кого-то на связи фрэнчмента стиль если уже там вообще глобально горит если там до много на самом деле просто в америке на самом деле большой уровень музыки гораздо это круто клип на что планируете пока что есть мысли по поводу клипа не знаю пока что делаем релиз есть пару мыслей мыслей так сказать вот поэтому мы решим мы решим что мы с этим тиму тебя так много написано песен на которые уже есть сниппеты почему ты их не выпускаешь многие ждут такие треки на самом деле не только такие видосы там сниппеты но и целые треки вполне даже на самом деле может где-то и качёвы которые вы могли там вам понравится они никогда не выйдут потому что мы находимся в постоянном развитии в постоянном каком-то поиске нового звучания нового чего-то и многое просто идет мусорное ведро так же как и с альбомом очень много треков уже было в нем очень много вылезло сейчас с них и она мозаика мозаика вот складывается вот на сложится поэтому это всегда так как бы может все выпускаться все что пишется иногда это просто поток мыслей которые как говорится просто должен был выйти записаться вот но не выпускаться скажем так поэтому так бывает это творчество тебе не жаль тратить свое время на нас твоих фанатов не жаль не жаль хотя я не буду спорить иногда есть такое при насыщение скажем так людьми когда прям очень сильно устаешь когда ты очень чувствуешь большое давление от лиц ну от людей ты прям такое хочешь уединиться где-то не знаю лечь в какой-нибудь подвале накрыться дьяволом спятаться вот я просто помню как я этого все сильно хотел как я мечтал о том чтобы мой трек там слушала не сто человек а там двести триста тысяч и вау десять тысяч да ладно вот и как бы сейчас когда это есть я просто дорожусь всем и мне не западло там лишний раз с кем-то переболтаться это все идет от души поэтому просто спасибо вам большое как сделать такую прическу как у тебя не знаю ничего сверхъестественное просто ращу волосы просто вот их феном в бокс за часам все вот пожалуйста прическа готова есть передвигалочка просто машинка которая передвигает меня по городам возит меня илюха поешь мой разлива да возит куда надо надо сам пользуется и все круто меня нет прав поэтому я пока что не водитель этих дорог но я вот записался в автошколу за этот год год оставлю что я все-таки сдам на права потому что очень залог успешного концерта ну мне кажется твоя какая-то личная уверенность твоя личная энергетика с которой ты выходишь вообще к людям ты не мог ты не можешь выйти к людям и что-то им негативное начать там вешать что там тебя допустим коснулась там какая-то твоя там потеря какая-то или какая-то твоя неудача в жизни люди не должны этого знать должен выйти к ним и показать что ты вот что сделали правильный выбор что они потратили свое время пришли мне посмотреть вот ну собственно сами люди которые не должны бояться которые должны понимать зачем они приходят на концерт для чего если там подснять stories в instagram как бы это одно а если прямо не идут туда получить какую-то эмоцию то они просто должны немножко даться и все это очень быстро происходит общался с многими людьми которые вот выходили эту эмоцию они такие блин я в какой-то момент просто положил там положила телефон и просто ничего не заснял вообще ничего потому что я был в концерте я был погружен я это кайф как бы у ребят поэтому говорю вам когда идете на концерты ложите ваши телефоны реально просто кайфуйте просто слушайте наслаждайтесь атмосферой вокруг потому что концерт это всего на несколько часов а вот это все видосики вот это с концертов вы это все потом в любом случае в интернете найдете посмотрите как бы момент уже потерян поэтому ребята правда горой за вас так ну что ребятки ладно надо идти реально уже времени что-то прям вообще нормально надо еще доделывать вот что касаемо вас ребята большое спасибо за ваш фидбэк правда я читаю прям все комментарии мне прям мужчин так стимулировал правда прям мужчин так хорошо стало поэтому ребятки большое спасибо если прям есть дикое желание услышать еще сниппет с альбома 20 тысяч комментариев я прям еду снимать выпускаю вот вам сладких снов завтра понедельник тяжелый день а может и не тяжелый как вы сами решите для себя вот будьте умничками будьте сильными ничего не бойтесь улыбайтесь любите сияйте все будет круто давайте увидимся